Ну что, мы вернулись. Вот видите, не одни. Теперь нас четверо в кадре. А потом у нас будет пятеро, потому что Эллен тоже не одна. Хотя я смотрю на то, что у нее за окном. Я думаю, что кажется, было бы неплохо самоизолироваться в таком доме. Так, не будем сыпать соль на рану. Так, ну что ж. Поехали. Поехали. Подожди. Поехали-то поехали. Мне же нужно быть слышно. Надеюсь, на этот раз все будет слышно, видно и нас, и наших гостей. Окей, здравствуйте. У нас сегодня будет... Минуточку. Еще секундочку. Так. Здравствуйте. Сегодня у нас в шоу самый богатый и самый щедрый человек в мире. Пожалуйста, присутствуйте Билла Гейтса. Привет, Билл. Привет. Спасибо большое за то, что вы смогли прийти. Как ваша семья, как вы поживаете. Я думаю, что образ жизни всех людей радикально изменился из-за социальной изоляции, которую мы соблюдаем для того, чтобы снизить количество заболеваний до нуля. Так что это сбивает с толку. Вы знаете, много онлайн-школ, много обсуждений с командой. Совершенно другой режим работы. Поэтому вопрос заключается в том, что вы предупреждали всех об этом выступлении на конференции TED в 2015 году. Вы предсказывали, что это произойдет. И поэтому я думаю, что вы очень подготовлены. Вы знали, что это случится. Вы чувствуете себя подготовлены к этой ситуации? Я имею в виду, что, вероятно, это удивило вас больше, чем вы того ожидали. Цель беседы 2015 года и подробной статьи в медицинском журнале New England состояла в том, чтобы правительство провело работу и было готово к следующей эпидемии. И это означало бы, что у нас очень быстро появилась диагностика, лекарства и даже вакцина. Все эти вещи должны появляться значительно быстрее, чем это происходит сейчас. За последние пять лет фонд и другие инвестировали средства в то, что поможет быстрее вывести акцину на рынок, чем это было бы в другом случае, создав коллекцию под названием CP. Прошу прощения, я хотела бы сделать паузу, потому что CP нужно расшифровать. Говорят, они довольно быстро. CP – это коалиция, коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям. Если я не ошибаюсь, вот одним из людей, который стоял у истоков, идея данной коалиции, данной организации в какой-то мере, собрания. Я понимаю, один из этих людей сейчас в синем свитере перед нами на экране. Да, 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 а также его супруга, потому что вот как-то… Мелисса. Мелисса, да. Ну что ж, продолжим. Так, 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 секундочку, простите. Так. Ну, это только 5% того, что нужно было бы сделать, чтобы подготовиться к этой ситуации, потому что это даже хуже войны. Вы знаете, та сумма, которая была вложена в это, вообще все наши… Все, что мы сделали, это, по большому счету, ничего. Я бы не хотела политизировать эту ситуацию. Очевидно, что действующая администрация обвиняет предыдущую администрацию в том, что сейчас ничего нет, ничего не сделано. Но все-таки кто-нибудь послушался вас? Было ли что-то сделано, или все отказались от этой мысли? Что произошло? Трудно понять, сколько можно потратить на то, вероятность чего, невозможно реально рассчитать. В какой конкретно год это произойдет? Ну, вы знаете, пожары, война, землетрясения. У нас уже были такие эпидемии Эбола, и вроде мы должны быть к этому готовы. Но респираторная пандемия, которая очень широко распространяется, на самом деле мы не видели ничего подобного в течение 100 лет. И я действительно думал, что годовщина 1918 года оживит людей. Несколько вещей было сделано, несколько шагов было предпринято. Некоторые страны, даже не готовясь к заранее, действовали таким образом, чтобы очень мало их граждан погибло, и при этом не нужно было останавливать свою экономику. Теперь всем странам, где широко распространена инфекция, такие как США, нам нужно не только учиться друг у друга, не только как сгладить цифры, но и как уменьшить их. Вы знаете, возможно, вот сейчас, к июню, нам необходимо возвращаться к нормальной жизни, и какая политика должна применяться до того, когда мы всех глобально вакцинируем. Конечно, нам захочется вернуться к производству, вознуметь производство, строительство, отпустить детей в школы. И также есть какие-то другие мероприятия, где собирается большое количество людей, и есть риск, что данное заболевание снова не возродится, да, но тем не менее появится снова. Вернется. Вернется, да. Окей. Это очень жарко. И я про маски. Так, продолжим. Элен, новый вопрос. Вы только что сказали июнь, но у нас нет вакцины. Вот в течение года, возможно, ее не будет. Я не могу представить себе, куда-нибудь, знаете, выйти в ресторан в июне, в июле, если у нас нет вакцины. Как вы считаете, как будет происходить вот этот вот возврат к нормальной жизни, если у нас нет никакого лечения? На самом деле, когда я писала анонс к нашей передаче, я использовала такое слово интересное. Раскаронетизация. И по большому счету это был такой очень-очень вольный период того, что сказала сейчас Элен. То есть акклиматизация. Понятно, что это акклиматизация в какой-то мере, но смысл именно в том, чтобы вернуться к обычной жизни. Раскуклиться. Ну да, 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 да. Но просто раз у нас есть прям целые, помнишь, мы собирались с тобой неологизмы с коронавирусом, с вот этим вот, с этой, с этим приставочкой с этой, то мне кажется, что карантин, он тоже становится вот таким говорящим словом. Вот, в общем, я сделала вот такое вот. Раскаронетизация. Нормально? Ну как невыговариваемо, конечно. Прекрасное слово, мне кажется. Может быть, вообще невыговариваемого смысла. Он озаряет просто каждую клеточку моего тела надежды. Да, потому что, во-первых, мы снимем маски, да? Давай начнем с этого. Окей. Что самое прекрасное в нашей с тобой пятнице? Она закончится, и мы снимем маски. Ты знаешь, мама мне обещала принести с работы какую-то правильную маску, которая оранжевая, в которой можно дышать. Думала, что я приду, так и лакшери расскажу. Настя, смотри, как мне классно оранжевая маска. Лакшери. Окей. В наши дни лакшери становится каким-то новым. Новым словом с новым смыслом. Ну что ж, окей. Даже если мы будем соблюдать все правильные шаги, а у нас мы решим вопрос с тестированием, и даже если мы будем отслеживать все контакты, и даже при этом люди будут продолжать думать об этом заболевании, и они будут беспокоиться об этом. Но даже если мы скажем, что, ну ладно, хорошо, давайте мы отправим детей в садики, в школы, но, тем не менее, нам нужно будет также позаботиться тем, что было достаточно людей, которые будут работать на производствах. Очень интересно переводить нашего чудесного героя. Он так говорит, что иногда ты не понимаешь, к чему он ведет, но ведет, в общем, наш Билл. Кратко. К чему? К тому, чтобы... Что? Все равно, несмотря на то, что мы так долго живем во всем этом стрессе и тревожности, что очень сложно будет нам перейти к каким-то активным деятелям. Сначала нам было очень сложно сюда сесть, в этот карантин и самоизоляцию, а теперь нам очень сложно будет выйти. Как говорит Элен, не могу себе представить, что вот я вышла спокойно и пошла в ресторан, когда я знаю, что у этого нет никакого лечения. Ну и вот Билл об этом говорит, что на самом деле это будет целая история, чтобы убедить людей в том, чтобы у них достаточно было смелости снова выйти и снова отправить детей в школу, а самим пойти на работу. Ну, мне тут сложно говорить о том, что у меня нет детей, но мне кажется, какая-то часть родителей просто откроет дверь пошире, уйдите вы наконец уже в школу. Возможно, возможно. Ну, например, рестораны, там, я думаю, что будет сокращение спроса, но нам необходимо возвращаться к нормальной жизни и до того, как у нас будет, до того момента, когда у нас будет вакцина, и когда мы 95% могли бы их вакцинировать, и вот это будет 18 месяцев, начиная с этого момента. А вы, Мелинда, Маша, Мелисса, Мелинда. Боже, мне сейчас очень стыдно. Вообще, я просто рукольцо Кеш подтвердила. Так что мы должны обе с тобой сейчас. Шеме у вас. Миссис Гейтс. Я так извиняюсь. Да, мы так извиняемся. Я одна русском, если что, чтобы нам все было понятно всем. Мелинда, да, супруга Белла Гейтс, это Мелинда. Эллен говорит о том, что я начала говорить о том, что вы очень щедрый человек, но вот вы щедрые оба. Вы подарили 100 миллионов долларов на то, чтобы бороться с этим, для того, чтобы найти вакцину, и также какие-то терапии, лекарства, которые необходимо создать. Вы знаете, да, это так. То есть наш фонд, для того, чтобы бороться с этим заболеваемым, мы приоритизировали все наши гранты. То есть сейчас все работают на борьбу с коронавирусом. Это искорнение полиомилита. То есть какие-то новые лекарства против СПИДа. Сейчас все гранты, все команды, которые победили и выиграли гранты, и деньги от Билла Гейтса, они сейчас работают на разработку лекарства либо вакцины против коронавируса. То есть поэтому нам необходимо сейчас выработать ту вакцину, которая пойдет на рынок, ту вакцину, которая будет разрабатываться и применяться. То есть мы дадим деньги для того, чтобы увеличить мощности тестирования в разных странах, потому что развитые страны, они могут как бы самостоятельно справиться с этим вопросом. Так, но сейчас у нас будет небольшой перерыв, и мы вернемся. Вы знаете, я даже не могу представить себе, чтобы у нас не появилось это лекарство, потому что я сейчас вот снимаю шоу из своего дома. Вот спрашивает Элен о ее обычное состояние, обычное ее шоу выглядит как люди, которые сидят рядышком с друг с другом, это ее аудитория, и очень ее волнует, может ли все это вернуться вот в привычное русло. И на самом деле, мне тоже страшно подумать о том, что могут ничего не придумать, никакой вакцины, никакого лекарства. Ну что ж, послушаем, что говорит Бу Гейтс. Давай. Хорошая новость о том, чтобы к лету это количество заболевших, оно будет уменьшаться, оно будет стремиться к нулю. Шатдаун – любимое слово Билла Гейтса. Пять раз уже. Нам необходимо какое-то терпение для того, чтобы все вернулось на круги своя. И вы знаете, Южная Корея и Китай показывают хорошие результаты, потому что риск инфицирования вторичного, оно очень низкий. Так, минуточку. Не понимаю, что он говорит. Вы можете вернуться в свою студию, и люди, которые были протестированы, и если у них нет коронавируса, то заразиться друг от друга – очень маленький риск. То есть она может вернуться, но уже не с аудиторией, не так, как она хотела. Да? Да. Отлично. Но, может быть, у вас не будет аудитории, и это займет некоторое время, чтобы вернуться в студию, как это было раньше. Он говорит о том, что сейчас нет на дорогах никаких машин, и несмотря на то, что наша экономика страдает, наша экология, наша природа, она возрождается. И шутка о том, что скоро к нам придут медведи и спросят их, ну как мы тут и почему мы здесь сидим. Господи, мне кажется, уже столько шуток было про то, что воздух Рима настолько очистился, что в него вернулись легионеры. Вода Северного моря стала настолько прозрачной, что снова появились викинги. А, да. Мы знаем, насколько важен для вас вот этот момент заботы о окружающей среде, и я знаю, что сейчас самый чистый воздух в Лос-Анджелесе, чем когда бы то ни было, был, я очень хотел бы, чтобы нам все удалось, нам все удалось, чтобы люди, которые работают в ресторане, которые строят что-то, чтобы они могли продолжать свою работу, чтобы все люди, которые находятся в не очень хороших, благостных обстоятельствах, они вернулись к лучшей жизни, и чтобы мы вернулись к какой-то нормам, принятым нормам, как можно быстрее. Но и тем не менее, что-то изменили в нашей жизни, обычной жизни. Я вот все время думаю, как, пытаюсь определить, как сделать весь процесс безопасным, каким образом удостовериться в том, чтобы люди могли вернуться к работе, и при этом были безопасности. Это тот челлендж, который имеет, вызов, который имеют все ученики, ой, простите, ученые, ученые, да, да, ученые. То есть, смотрите, у нас есть 18 месяцев, и мы должны сделать за него, за это время, очень много работы, должна быть определенная экспертиза проведена, и для того, чтобы она показала хорошие результаты, чтобы, наоборот, не сделали еще хуже. Ага, ты, да? Да, теперь моя очередь, мне нужно погромче сделать. Так, мне даже кажется, что этого не будет недостаточно, потому что шум улицы. Так, попробуй. Так, давай попробуем, если что, можно же еще где-нибудь подкрутить? Какую-нибудь магию. Мы постараемся, я, да, я работаю над этим. Так, слушай. Итак, 18 месяцев, и экономика уже, как вы сказали, очень эмоциональная, то, что... О, Господи, что я говорю. Очень сложная ситуация, люди живут от пособия до пособия, и даже не знают, когда ситуация вернется в нормальное русло. Когда он снова заплатит зарплату, и безработица растет. Для каждого, каждый сталкивается с этой проблемой. И как экономика восстановится в такой тяжелой ситуации? Как вы думаете, сколько займет времени для экономики восстановиться? Она не вернется к норме за какое-то короткое время. Потому что, поскольку все вот это закрылось, вся наша работа остановилась, и даже если мы все это вернем, люди все равно будут опасаться выходить наружу. Они будут беспоко... Безопасность работы тоже сокращается. Окей, но я так понимаю, что еще и какие-то... То есть и вообще инвестиции, безопасность работы будут, да. Сильная экономика, такая, как наша, даже для нее это потребует несколько лет, чтобы вернуться в нормальное состояние. Но что касается экономики, хорошая новость в том, что ситуация вернется в норму. А вот медицинское... В медицинском смысле, сколько людей уже погибли, вот это, к сожалению, мы не сможем вернуть обратно. Вот вопрос, на который я не уверена, что вы сможете ответить. Я разговаривала с Пинкой, которая проболела COVID-19, и ее трехлетний малыш, три дня у него уже нет температуры, он чувствует себя гораздо лучше. Пинк очень здоровый человек, и тем не менее она заболела COVID-19. Сначала была информация, что только пожилые люди, в зоне риска, те, у которых есть заболевания. А теперь у нас есть новости о здоровых людях, о детях, которые заражаются. Она находится в самоизоляции со своей семьей, со своим мужем, и никто от нее не заразился, кроме, собственно, младшего ребенка. Да, да, еще дочка у нее, она тоже не заразилась, но... И при этом у Пинка не было высокой температуры, у нее не было вот этих характерных симптомов. Это выбивает из-за общей картины. Как такое может случиться со здоровыми людьми? У нас есть сеть поиска информации, которую мы запустили. Мы собираем информацию из разных стран, пытаемся понять, что происходит с различными, с людьми из разных возрастных групп. В каких-то обществах по-разному распределяется процентное соотношение заболевших. Тут все не такая ситуация, как с гриппом, где, например, молодые люди очень быстро заражаются и передают болезнь. Вот здесь... Здесь другой уровень заболеваемости у молодых и другой уровень смертности. Но вот что касается, например, медицинских сотрудников, у них очень... Они подвергаются... Они подвергаются повышенному риску, потому что получают большее количество, скажем так, вируса в единицу времени. Количество вируса, да? Да, и поэтому... И поэтому они больше заражаются, чаще заражаются, и они более серьезно это проходят. Прекрасный explosion. Окей. Ну вот молодежь тоже... Это звено в цепочке заболеваний. Вот почему у нас сейчас школы закрыты. Было бы замечательно, конечно, если бы дети, которые потеряли уже 3 месяца школы, было бы замечательно, если бы они смогли вернуться в школе, если бы мы смогли им помочь, им наверстать. Я бы тоже хотела задать вопрос, если можно. Есть ли какая-то разница в дозе COVID-19? Потому что вы упомянули медицинских сотрудников, которые получают полную дозу, как бы в противоставлении микродозе. И как вы думаете, это и есть та причина, почему проявляются по-разному симптомы это в заболевании? Да. Изначально... О, вот сейчас, пожалуйста, пауза. Он говорит тут, изначальная доза вируса, которую мы получаем, использует слово инокулум. На самом деле, он так и переводится в некоторых контекстах инокулум, в некоторых по-другому, как прививочный материал, или материал, первоначально вносимый для получения культуры. Да, посевной материал. Ну, в данном случае вряд ли скорее посевной. Я вижу, я понимаю, это микробиология. Да. Это то, что они берут изначально для того, чтобы как-то, как они высеивают, то есть какое-то небольшое количество, которое помещается и от этого развивается. Ну, вот в данном случае он имеет в виду, что они как бы получают больше вируса по объему. То, о чём он говорил раньше. Использую слово чуть-чуть из, как бы, из той же самой сферы, но чуть-чуть из другой области этой сферы. Да, ну, вот медицинские вопросы пошли к Биллу Гейтсу. На самом деле, он очень погружается в такие проблемы, и поэтому он вполне... Очень профессионально об этом рассуждает. Более того, неожиданно, когда ты, например, вот вчера буквально слушал, я читала статью русского эпидемиолога, и вот она говорила то же самое на самом деле. И это так, бр-бр-бр, такие прям мурашечки. Так, ну что ж, послушаем дальше Билла Гейтсу. По сути дела, вопрос в соотношении сколько вируса вы получаете и сколько у вас есть иммунных клеток, которые, как бы, насколько сильным будет заражение, насколько сильным будет ответ иммунитета. И вот из-за этого медики могут получить большую дозу ковида. Что мы сейчас сделали? Мы разработали специальный тест, для которого не требуется участие медика. Классический тест – это ватная палочка, палочка, которая вам вставляет в нос до задней стенки глотки. А теперь мы разработали специальную палочку, которой пациент может просто в кончику носа прикоснуться. И эти тесты такие же результативные, как и классические. Это означает, что нам не требуется специальное оборудование. Мы можем посылать эти тесты на дом. Мы только связались с FDA. А вот в этом месте я бы, по идее, должна была дать справку о том, кто такие FDA. Но проблема в том, что я не смогла найти, кто такие FDA. Позор на меня. Потому что я нашла как вариант, что это группа, которая связана с инвестициями. Федеральное что-то там по инвестициям. Я не уверена, о чём он говорит, именно потому, что контекста мне чуть-чуть хватает. Управление по санитарному назору за качество. FDA. У меня почему-то приклеено, что это FDA. Всё понятно. Всё стало гораздо проще. Да, это как раз управление в Америке, которое занимается контролем качества еды, ну и, конечно, контролем медицинских, лекарств, медицинских каких-то. Ну, в общем, ещё раз он говорит о том, что эта мера позволит снизить как раз уровень заболеваемости среди медицинских сотрудников, потому что во время классического теста медицинский сотрудник очень тесно взаимодействует с предполагаемым пациентом и рискует заразиться. Ну, или в крайнем случае ему требуется специальный защитный костюм, который тоже стоит денег, и стоимость этих костюмов она ложится на сами тесты, да? На стоимости самого теста. Да, накладывается. Так, давайте дальше слушать. Мы только начали, мы только связались с управлением по санитарному контролю, и вот эта вот идея, что вы можете дома провести исследование, и вам не потребуется приходить в больницу, и вы не рискуете заразить других. Вот этот уровень той дозы, он не только в COVID-е возникает, он работает и с курью, с другими инфекционными заболеваниями. Вот почему, например, некоторые молодые и здоровые доктора очень быстро заражались COVID-ом, и, к сожалению, умирали. Большое спасибо за все, что вы делаете. Мы опять в нашей студии с Биллом Гейтсом. И давайте закончим на положительной ноте. Что вношает вам надежду на... Что может нас в этой ситуации немножко обнадежить? Я абсолютно уверен, что в это время, в этот раз мы уже не будем игнорировать потенциальную следующую эпидемию. Нынешняя ситуация очень сильно сказалась на нашей жизни, на экономике, и к следующей эпидемии мы уже будем готовы к грядущим инфекционным заболеваниям. Кроме этого, я думаю, что у нас есть замечательные примеры героического поведения, когда общество собиралось вместе, когда люди помогали друг другу решить эту проблему. И хотя, конечно, это тяжелые новости, мы сейчас... Ситуация развивается по худшему сценарию. Люди демонстрируют сочувствие и находчивость. То, как мы инвестируем свое время и свои деньги, я надеюсь, что это поможет нам понять, сколько мы можем сделать вместе, как общество, как страна, как весь мир, потому что пока мы не остановим эту болезнь повсюду, будет оставаться этот риск, что она сможет вернуться в Соединенные Штаты. Да, я с вами согласна. Это дало нам какое-то чувство. Некоторые люди всегда демонстрировали сочувствие, но в целом теперь мы лучше относимся друг к другу. И вот еще один вопрос. Чего больше всего ждете, когда эпидемия закончится? Чего вам сейчас не хватает и что вы в первую очередь делаете после окончания карантина? Раньше у нас были какие-то приоритеты, например, борьба со СПИДом, борьба с полиомиелитом. И вот сейчас нам от этого пришлось отказаться и всю силу направить на борьбу с текущей эпидемией. В этом смысле нас просил наш прогресс по предыдущим направлениям. И я надеюсь, что мы сможем вернуться и сказать себе «Ну хорошо, теперь как на чем мы остановились и с чего мы можем продолжить?» И я думаю, мы все будем настолько счастливы вернуться к нашим предыдущим проблемам и беспокойствам, которые несколько месяцев назад казались нам настолько серьезными. Ну что ж, большое вам спасибо, вы замечательный человек, передавайте привет Мелинде, большое спасибо вам и ей, вскоре увидимся. До свидания, спасибо, Эллен. А если вы хотите узнать, что еще Билл может вам сказать, проверьте его сайт. Я думаю, этот муж можем закончить, хотя кажется, этот очаровательный мальчик. Да, очаровательный мальчик в колгутках. Перебудок города Да, 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 да. Да, да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До свидания!